Я приглашаю к разговору следующего нашего гостя, грузинского политолога, сооснователя Сиха Фундейшн Арчила Сихарулидзе. Арчил, здравствуйте. Добрый день. Арчил, позвольте, все-таки я оттолкнусь, не знаю, увидели или вы услышали эти ужасные агитки и предметы гордости Российской Федерации ко дню военно-морского флота. Я вас просто хочу спросить, наверное, и не только как политолога, а как человека, который привык работать в какой-то системе, где все проверено, где все четко, все-таки вопросы имиджа для любой страны очень важны. Но вряд ли можно себе представить, что где-то в Америке будут использовать изображение крейсера Москва. Мне так кажется, хотя снова такие ошибки случаются у всех. Это что? Это какое-то нехлюйство, расхлябанность, несерьезность? Вот почему день за днем мы видим так много каких-то очень унизительных для России проявлений? Ну вот спутать Джорджа Буша, авианосец, с чем-то российским. Ведь все американское они ненавидят, а здесь на плакатик поместили. Ну, во-первых, благодарю за приглашение. Во-вторых, да, я видел, значит, и на Фейсбуке тоже видел это сообщение, это фотографии. Ну, на самом деле, во-первых, я бы сказал, что, к сожалению, уровень пропаганды российской, он не такой высокий, как мы привыкли в это верить. К сожалению, или к счастью, в этом направлении российской стороне надо очень много работать. Я просто, как человек, который наблюдая за всеми этими процессами, вот смотрю на баннеры, думаю, господи, кто их придумал, зачем было их туда вешать, вот зачем это было делать. И дело не касается не только того, что можно там спутать или целенаправленно поставить какой-то американский флагманский корабль, а то же те же самые, там, за победу, постоянное вспоминание Второй мировой войны, вот эти георгиевские ленты. Зачастую просто непонятно, именно для чего все это было сделано и какой смысл во всем этом. Поэтому я не удивляюсь тому, что такие вещи происходят. Ну и, во-вторых, не надо забывать о том, что у России флот не такой, на самом деле, сильный, как многие могут представить. И поэтому, когда нужно что-то выложить или о чем-то сказать, приходится, как говорится, заниматься креативом и пытаться хоть как-то восполнить существующие убытки и минусы в российском флоте. Я здесь бы, конечно, еще хотела сказать, что вряд ли на центральных российских каналах много обсуждали о том, что, например, того же крейсера «Москва» уже более не существует. Поэтому для многих это, в принципе, может быть открытие. Но, с другой стороны, Артил, мне кажется, что для любого государства, особенно там, где хорошо развита система пропаганды, есть такие маркерные вещи, которыми очень должны гордиться люди. И вот, в частности, для россиян сейчас предмет гордости — это разрушенный, уничтоженный и ныне оккупированный город Мариуполь. Более того, мы видели эти страшные кадры, когда президент-убийца Путин, он награждает преступников за взятие украинского города. Но что интересно, журналисты обнаружили, что сейчас в открытом доступе на специальных площадках можно купить как раз ту самую медаль, которая выдавалась за освобождение Мариуполя и также медаль еще к столетию СССР. Честно говоря, для меня это похоже на то, что это что-то неважное, недорогое, не ценное. Вряд ли тут прям такая космическая бедность толкает на то, чтобы приторговывать этими медалями. Ну, цена, собственно, абсолютно смешная. Это деньги, на которые ты не шиканешь. Это не миллионы. Не похоже ли вам, что и сами россияне плюют на вот эти символы современной России? Мне кажется, что если не плюют, то они серьезно к этому относятся. Потому что, опять же, мне кажется, что вопрос пропаганды в России очень и очень слаб. Я думаю, это и в России признают все. На самом деле, в этом нет никакого секрета. Есть российское общество, есть такое, я бы сказал, продвинутое, которое понимает такие вещи, которое советует правительству менять подход. Но правительство вот вцепилось в этот советский стиль. И никак не хочет отцепиться от советского стиля. Поэтому и постоянное пренебрежительное отношение к своим медалям. Вот то, что мы на сухом мосту в Грузии покупаем их за 5 копеек, за 6 копеек. Вот это отношение к тому, что медаль, по сути, ничего не означает. Потому что тебя могли на следующий день расстрелять или отправить в ГУЛАГ. Вот это такое отношение и к своим героям, и вообще ко всем своим вещам, оно на самом деле, к сожалению, мне кажется, потому что все-таки обычные люди погибают с обоих сторон. И мне все-таки жаль всех, кто погибает. Особенно за вещи, которые я не понимаю на самом деле. Поэтому мне кажется, что вот это ощущение, оно есть. Поэтому продашь медаль, купишь медаль, оно не особо-то и важно. И поэтому в этом вопросе, безусловно, Россия проигрывает очень серьезно. И Америке, и Украине, и вообще многим странам Запада, которые подняли вот этот вопрос медаль от геройства, они подняли на очень высокий уровень. Понимаете, герой Украины, это не то же самое, что герой России. И уж точно медаль никто продавать не будет, потому что это воспринимается как вопрос гордости, национальной гордости. А в России, к сожалению, это сомнительное мероприятие, не до конца понятно, на самом деле, получая медаль, что ты получаешь на самом деле. Вот в чем вопрос. То есть, когда ты получаешь медаль, за эту медаль должна быть что-то, должно быть ощущение того, что ты на самом деле тебя ценят. Я думаю, что в России, к сожалению, вот этого осознания нет. Арсилов, вы сказали, что вам жалко людей по обе стороны от фронта, так будет как-то правильно сказать, и тех и других, потому что умирают люди. Правильно ли я понимаю, что когда российская армия пришла в Грузию, вам тоже было жалко не только грузин, но еще и их убийц вы жалели? Ну я же, на самом деле, мы жалели всех, потому что там были абсолютно маленькие дети, которые были фотографии, видео, которые зачастую не знали, за что они воюют. Надо размежевать, понимаете, есть профессиональная армия, которая выполняет свою миссию, это безусловно. Они идут на войну, они погибают. В этом, я не знаю, война это война. Мы как в Грузии прошли столько войн, что мы на это смотрим очень уже, я бы сказал, по-философски, наверное, потому что люди умирают, к сожалению. Но есть люди, которых вот так брали с улиц, набрали в военкоматах их там 18-летних детей, посарали их на смерть. Я это очень много слышал, и мне, безусловно, их жалко, мне жалко их родителей, потому что непонятно, за что они воюют. Непонятно, за что они воевали в Грузии, за что они воюют в Украине, вот непонятно на самом деле. Опять же, надо понимать, что я говорю о людях, которых вот так набирают, посылают бедных людей, и они погибают. А профессиональная армия, она должна и умирать, за то я им платить деньги. Артил, а способна ли, я не знаю, сегодня, например, армия Грузии насильно заставить вас пойти в армию и пойти воевать? Вы себе предполагаете вот какое-то такое развитие сюжета? Не знаю, всеобщая мобилизация, и она говорит, что сегодня мы идем на какую-нибудь там Украину, Беларусь, без разницы. Вы согласитесь, потому что вас заставили? Ну, во-первых, к счастью, к счастью, в Грузии этот период прошел, когда меня что-то могли заставить сделать. Ну, мы же как бы, мы с вами фантазируем, да, на тему, можно ли человека заставить, а не пошел ли он туда сам, потому что ему предложили контракт, где заплатят, где будет денежка, где можно будет покрыть, например, ипотеку, еще что-то. Ну, такое возможно. Если мы с вами фантазируем, то, безусловно, люди всегда найдутся, которые с удовольствием пойдут за денежку и повоевать, и голову срубать. Мы это видели в Грузии в 90-х, но в этом нет ничего нового, я не хочу посоветоваться в детали. Что вам жалко их, вот этих людей, которые на сегодняшний день представляют армию Российской Федерации? Как вы понимаете, там нету достойных военных, вот эта военная белая кость, голубая кровь, белый мундир. Нет, это вот как раз Буряты, это Буча, это Эрпень, это Херсон, это уничтоженный Харьков, Мариуполь. Я просто не очень понимаю, кого из них вам жалко, где вы увидели из них жертв, жертв, которые, я не знаю, убивали маленьких детей в Мариуполе и плакали. Я, например, такие истории не встречала. Нет, когда я сказал, что мне жалко, я просто встречался с людьми из того, что, например, Донецка, которые рассказывали, каких, например, друзей пособрали, давали автомат и пинали их на фронт. Эти люди, которые никак не участвовали, всегда они погибали. Я эту историю представляю, людей, которых вот так заставили на фронт. Я не говорю, опять же, о профессиональной армии. Да, это совершенно другая история, это действительно насильно мобилизированные во временно оккупированных территориях Украины. Да, это важное замечание, это большая разница между насильно мобилизированными нашими людьми и российской армией. Вот там я просто вас бы просила не испытывать к ним сострадания. Они очень четко и хорошо знают, что они делают. Ну, опять же, я поэтому подчеркнул, что, опять же, привел пример тоже с Донецка, потому что недавно у нас были, как раз, беженцы Украины, которые рассказывали о том, что вот таких друзей насильно мобилизировали. Мне жалко людей, которые не хотят воевать, которые не при чем тут и которых заставляют. К сожалению, людей заставлять воевать можно. А те люди, которые идут сами воевать, мне их жалко, потому что это их выбор. Вот я это хотел сказать. Сейчас появилась очень интересная информация о том, что оккупанты назвали Севастополь, украинский город Севастополь, который, к сожалению, с 2014 года находится под оккупацией, прифронтовым городом и даже вели туда желтый уровень террористической угрозы. Почему Арчила говорит, что информация интересная? Я думаю, что вы знаете, что Российская армия, она все рассказывает о том, какая у них мощная система ПВО, о том, насколько они защитили все свои территории. Сейчас мы видим вот такое нагнетание и достаточно непростую ситуацию вокруг нашего полуострова. Как вы считаете, с чем это связано? Это только, не знаю, видимая такая позиция России, где они будут говорить, что мы боимся вторжения украинской армии? Или там есть чего действительно бояться? Ну, я думаю, ну, во-первых, я должен поочекнуть, как ученый, я точно не знаю, к сожалению, или к счастью. Но, с другой стороны, на самом деле, я думаю, что не все так гладко, как Россия думала. Я думаю, что мы все это осознаем, что Украина и украинские военнослужащие дают отпор очень сильный. Мне кажется, что Россия осознала, что, на самом деле, многие надежды на то, что она могла вот так, как бы сказать, подавить украинскую сторону одной грубой силой, она оказалась неправомерным и неправильным. То есть, нехорошая тактика была неправильно сформулирована. И поэтому, на фоне того, что все-таки российская армия, возможно, она и большая, но на самом деле переоценивать возможности российской армии не стоит. Поэтому я не удивлюсь, если, на самом деле, ситуация намного тяжелее, нежели это представляет российская пропаганда. Поэтому я не удивлюсь, если есть опасения о том, что российская сторона может в каких-то направлениях дать ослабнуть, отступить. Для России это, безусловно, будет ужаснейшим ударом. Потому что, опять же, когда мы говорим о войне в Украине, Россия смотрит также на свой имидж, на престиж. И для нее абсолютно неприемлемо какое-нибудь отступление, потому что это будет оценено и Западом как слабость. Поэтому, опять же, я думаю, что тут не только пропаганда, но объективно реально, что украинцы очень хорошо и очень профессионально воюют, чего, на самом деле, российская сторона не ожидала. В отличие от Грузии, где, к сожалению, несмотря на нашу героическую войну, то все-таки Грузия — это маленькая сторона, и мы сломались довольно-таки быстро, потому что у нас просто ресурсов не было. Знаете, Артил, тогда я еще хочу спросить в контексте нашей с вами какой-то такой очень грустной, похожей истории. В 2008 году вы пережили свою трагедию, мы ее переживаем с 2014 года. И вот вокруг, например, Абхазии все время возникают какие-то разговоры. Будет ли эта территория незаконно присоединяться к Российской Федерации? Будут ли какие-то референдумы или нет? И на данный момент, насколько мы понимаем, люди, которые называют себя местной властью, самопровозглашенной, они говорят, подождите, подождите, нам некуда торопиться, мы, вот это пока вопрос, не время ему. И мы понимаем, кто их поддержит и кто финансирует, да, это прямая транзакция из Москвы. Но в то же время, когда мы говорим об территории Украины, уже на данный момент нам абсолютно точно известно, что Российская Федерация собирается проводить незаконные референдумы для присоединения наших территорий. Об этом нам сообщает, в частности, и Служба безопасности Украины. Давайте услышим их заявление и продолжим. За счет этого псевдоголосования, они уже разработали концепцию к фейковому референдуму. Так вот, Артил, собственно, я к тому, что ваши территории, которые давным-давно находятся под контролем России, сейчас они поставили на паузу, но при этом активно занимаются нашими территориями. Понимаете ли вы, почему вот так они как-то стратегически поменяли местами эти территории, и теперь они хотят прежде всего забрать наши, да, не занимаясь Абхазией? В чем хитрость того, что сейчас они не проводят псевдореферендумы на территории Абхазии? Ну, во-первых, надо разделять так называемую Южную Осетию, которую мы называем Сханвальским регионом, и Абхазию. Сханвальский регион, вы правильно сказали, они провели один референдум, они соберлись недавно провести второй референдум, но он был остановлен, я думаю, что это был ответ на то, что грузинская сторона, политическая сторона, отказалась вводить против России санкции, потому что все-таки России нужны какие-то нормальные отношения даже с Грузией, и это было бы глупо в этом формате устраивать новый референдум окончательно, Абхазия, ну, Абхазия это сложное субъекты, я бы сказал, потому что сами Абхазы, несмотря на то, что их поддерживают русские, они не желают становиться русскими, не желают сходить в состав Российской Федерации. Идея сепаратизма Абхазского, то, что мы называем при поддержке Российской Федерации, она всегда находилась вне зависимости от Грузии, но и также вне зависимости, чтобы быть независимой от России, я имею в виду территориально, поэтому Абхазы на это реагируют очень плохо, в отличие от осетей, которые живут в Сханвальском регионе. И поэтому в Абхазии проводить референдум, ну, я могу смело сказать, что ни один Абхаз, который считает себя там Абхазом, вот, и этническим, он бы не поддержал присоединение Абхазии к Российской Федерации, более там сейчас же там скандал с передачами территории, ну, там тяжелая ситуация. Что касается непосредственно Украины, ну, вы должны понимать, что сейчас Грузия это не актуально, Грузия это маленькая сторона, Россия тут может взять, по сути, все, что хочет. В Грузии понимают, что, к сожалению, наша армия не способна дать отпор России. К сожалению, нам на помощь вряд ли кто-то придет, но это надо признать. В случае с Украиной это большая сторона с большими ресурсами. Запад наконец-то решил действовать, а не ждать, пока будет конец. И поэтому в данном случае России очень важно как можно быстрее закончить вопрос с Украиной, как можно быстрее оккупировать все территории. Поэтому это абсолютно, для меня, логично. Более того, в Абхазии, в Санкт-Петербургском регионе есть военные базы России. Поэтому можно сказать, что Грузия не представляет никакой угрозы России, то, для меня, как военная сила Украины представляет серьезную угрозу. То, знаете, Арчила, я смотрю на наш чат под нашей трансляцией, и зрители, конечно, очень остро реагируют на ваши слова, рефлексируют. И вот здесь наш зритель пишет, что на пляжах Донецка ищут и вручают повестки невинным жертвам. Это вот, в частности, в истории про принудительную мобилизацию. Тут хочется сказать, слушайте, а какие пляжи, если нас 8 лет обвиняли в том, что мы же как будто бы обстреливали эти территории, оказывается, нет, все спокойно, можно даже на пляж сходить. Но действительно, как отмечают местные жители, абсолютно в женские города превратились, и Донецк, и Луганск, к сожалению, вот как раз из-за действий российской армии. Но что меня, Арчил, удивляет, это когда вы говорите, а вот эта территория не хочет присоединяться к России. Они не хотят вроде бы и быть частью Грузии, но не хотят и быть с Россией. Это удивительно, потому что в системе координат или в парадигме мировосприятия Путина весь мир хочет в Россию, Китай хочет в Россию, США хочет в Россию, все хотят в Россию. Как могли вообще допустить, не знаю, российские пропагандисты, военная машина, какая угодно, чтобы было нежелание людей быть под колпаком в российской нищете и так далее? Ну, вопрос-то Абхазии, он ведь не с 2008 года начался, он начался намного раньше, намного-намного раньше Путина. Тогда Путина даже не было в планах, я думаю. Надо помнить, что это 1992-1993 годы, это и правление Бориса Ельцина. Это, то есть, Путин, когда тебе касается Абхазии, Путин уже пришел к власти, когда уже ситуация была сложившаяся, понимаете? В отличие от той же самой Южной Осетии или Цикландовского региона, где все-таки, как сказать, этническая составляющая в Абхазии, она очень важна. Вот это очень важно. В отличие от того же, от той пропаганды о том, что все граждане России или все русские, мы будем защищать там русский язык, в Абхазии-то, большинство это Абхазы, у них свой абхазский язык. Поэтому и взять и принудии, и просто так взять присоединиться, это невозможно. Они просто, их нельзя вставить вот эту пропаганду, понимаете? Поэтому это, для них, кстати, это очень большой вызов для русских. Они, я не знаю, если вы знаете, но в Абхазии закон о территориях. То есть, русским даже территории в Абхазии нельзя продавать, понимаете? Так что ситуация тут намного сложнее, и они, безусловно, есть недовольство тем, что в Абхазии вот такая сложившаяся ситуация. С одной стороны, для Грузии это очень хорошо, потому что, ну, если Россия присоединит эти земли, то еще сложнее будет как-то бороться за их возвращение. А с другой стороны, Абхазы с Грузинами жить не хотят. Поэтому это дилемма, пред которой Грузия, к сожалению, стоит. Я надеюсь, что рано или поздно она сможет этот вопрос решить. Арчил, а тут вы дали множество поводов для шуток, потому что вот, на самом деле, где она не европейская русофобия, а вот здесь же, там, где вы вспоминаете, вот там, на самом деле, не любят россиян. Но в продолжении этой темы тут появилась информация, что служба государственной безопасности Латвии увидела угрозу в наплыве российских журналистов на территорию страны после 24 февраля. Я думаю, что это общеевропейская история с тем, когда, например, оппозиционные журналисты или телеведущие, которые не поддерживают войну и режим Путина, они покидали прителы России. И они искали себе другую страну, где они могли бы существовать. Это Литва, Латвия, Польша, Эстония. Но вот в Латвии говорят, что, ну, в общем-то, слишком много россиян, представляющие средства массовой информации на один квадратный метр. Мы знаем, что Грузия тоже стала не исключением. Туда приехало множество россиян, представителей бизнеса, просто граждане, ну и журналисты, конечно, тоже. А есть ли у вас внутренние опасения, что, знаете, как они не захотят ассимилироваться, они не захотят стать частью грузинского общества, а захотят, знаете, такой свой маленький какой-то российский или пророссийский островок делать. А там с ними и русский мир, и русский язык, и скрепы, и все остальное. Ну, давайте скажем так. У меня есть мое мнение, а есть мнение некоторых моих коллег, которыми мы дружим, в Грузии плюрализм в этом вопросе. Кто-то разделяет это мнение, кто-то другое мнение. Да, есть люди, которые боятся того, что очень много русских, которые приезжают в страну, они будут потом провоцировать ситуацию и тянуть одеяло на себя, грубо говоря. И что потом Путин захотит защищать их интересы в Табилиси. Есть ли причины на это? Ну, пока что их нету, но в стране, где очень много-много этнических меньшинств, всегда есть опасность того, что такое может произойти. Мое личное мнение, я честно скажу, я считаю, что пока об этом преждевременно говорить, потому что если вот так оценивать ситуацию, что большое количество этнических, какой-то этнической группы может представить угрозу, то я такие же угрозы слышу от моих армянских коллег, которые заявляют о том, что турки понаехали, простите за грубость речи, они заберут Батуми, Ачарский регион, от азербайджанцев, которые говорят, что Ахалкалаки заберут армянские, армяне. Ну и то же самое в отношении русских, арабов. Вообще в Грузии это очень такой болезненный вопрос. В стране, где проживает народ, который друг друга режет, по сути, на других территориях, очень тяжело держать баланс. Пока что-то баланс держится, я думаю, что многие стороны на самом деле этим довольны. Когда на одной улице проживают и турки, и армяне, и азербайджанцы, и украинцы, и русские, это все-таки тяжело сделать, но это в Грузии есть, я надеюсь, что этот баланс будет сохраняться. Я надеюсь, что мы не перешагнули на ту линию, когда у нас в стране тоже, к сожалению, будет повторение Нагорного Карабаха или Российско-Украинской войны. Я надеюсь, что мы это обойдем стороной. А скажите, насколько я помню, то все-таки, если мы говорим о сегодняшней правящей элите грузинской, то это больше сторонники или, если хотите, симпатики Российской Федерации. Все-таки иногда доллар или рубль, как угодно, он побеждает. Что вы сейчас скажете? Менять как-то настроение с тем, что Грузия не получила кандидатский статус члена Европейского Союза? Есть ли какое-то переосмысление ситуации? Ну, во-первых, я думаю, что многие не согласятся с вами по тому мнению, что они представляют пророссийскую позицию. Но это не мое мнение, это скорее тот аргумент, который использовали европолитики, объясняя, почему Грузия не получает этот статус. Давайте так будет корректней. Да. Ну, смотрите, лично я бы скажу, что я не к поликотологам. Я думаю, что на самом деле Грузия не получила статус. В первую очередь, потому что в Грузии очень много евроскептицизма уже. Это надо признать. Грузия проходит этап формирования уже нового мышления, в котором отношение к Европе стало скептическим. Потому что за 30 лет правления люди задаются вопросом, а что мы получили взамен? И это очень не нравится. Это очень не нравится на Западе людям. Второй вопрос, безусловно, это наказать правящую партию за то, что она использует... Арчил, у нас 30 секунд буквально. Да. В общем говоря, ничего не изменится. Я думаю, в Грузии это правительство выиграет ее в 2024 году, потому что единственное, чего грузины больше всего хотят, это стабильность. А эта правящая партия говорит, что мы вам даем стабильность. Ох, мы бы много вам рассказали о стабильности и о том, чего она стоит. Но я думаю, что и так. Грузинский народ, он тоже за свою историю много чего испытал. Хорошо, это выбор грузинского народа. И, наверное, стоит его, не наверное, а точно уважать. Мы, Арчил, будем все равно, конечно, безусловно, следить за происшествиями и событиями в Грузии. Я благодарю вас за то, что вы вышли с нами на связь. Друзья, мы говорили с грузинским политологом, сооснователем Сиха Фундейшн Арчила Сихарулидзе.